Всем доброго вечерочка, дорогие друзья! Сегодня будет такой видосик, не знаю, о поднятии, не знаю, объеме. То есть вот, у меня есть твинг, да, разогнал его до 4 лямов, а начинал, по-моему, вообще, по-моему, даже лимона не было, при том где-то за 3-4 дня, и поэтому вообще, с какими проблемами сталкивается игрок, когда начинает играть, в ходе прокачки, в ходе одевания персонажа. Как бы решил все вот эти вещи попробовать я на себе, как говорится, с нуля, все дела. Ну, как с нуля? Сейчас, когда игрок заходит, он, по-моему, там апается 127 уровень, и чисто на стамине, там, на квестах проходится апается 130, то есть полностью. То есть с этим проблем нету. Апается это, разумеется, на сюжетных квестиках, при том, у меня они еще остались в достатке, то есть у меня там пройдено уже все, но у меня еще квесты висят, то есть сюжетка у меня висит. И пока я на этого чара не буду его, как бы, исполнять, и все-таки ждут, что, конечно, будет. 130-е, там, печатьку снимут, все дела там, дракончиков завезут, но вам все по-пацански будет. Ну, это, кажется, еще хрен знает, когда будет. Так, первое-наперво, что я сделал. Во-первых, у меня там были всякие подарки, аргенты и прочие, короче, где-то 1600D монеток вам нужно будет, чтобы скупить полностью ледяной сет, при том скупить его за дешевку, за минималку, то есть на бирже. Он где-то стоит, обычка, по 160, все по 160 стоят, то есть все по минималке, то есть 10 предметов мы покупаем. И вот в этот момент у вас БМ принят прям, наверное, лямов так до 3. Дальше уже мы имеем 3 ляма БМа, и с этим БМом, с 3-мя там, с 3-мя, с копейкой, мы уже можем что-то мутить. А мутить мы можем что? Во-первых, мы идем в логово. И надо его, в общем, все закрывать, легкие, тяжелые, похер вообще, ады, сколько можно проходим. На этом мы выбиваем, во-первых, еще демонетки, мы выбиваем эликсиры, тортики, камни зачарования, обязательно кузнечные камешки. В принципе, вот вы купили шмотки по 160, если у вас прокнет редкая, либо лего, ну, лего, конечно, вряд ли, скорее всего, реденькая, может быть, все-таки прокнет, то, в принципе, ее я советую ковать. То есть, обычку даже не трогайте нахрен, потому что смысла от этого особого не будет. Мне, к сожалению, редко не дропнулось, но у меня тут скопилось 48 камней очищения, 20 камней кузнечных камешков, они мне, конечно, копятся. Может быть, они просто так и будут копиться, я их не реализую, вряд ли это у меня будет таким вот прям персонажем на развитии, это просто как твинк, пвп, побега, все дела. Самое, наверное, затруднительное будет это выбить себе адекватного спрайта, потому что прям что-то тяжкое, ни фиолетовых, ни красных, разумеется, нет. Поэтому, скорее всего, вам придется по первоначалке бегать оранжевый. Но на спрайтах тоже можно поднимать БМчик, а именно на экипировке спрайта, потому что она уже начинает накидывать по 15 тысяч, ну, по 6, по 15 тысяч. Это, в принципе, неплохо. То есть мы тратим тортики не в прокачку наших спрайтов, похер это потом все успеется, а именно в формовку, и набиваем себе экипировочку. То есть тут уже тоже начинает у нас расти БМ. Также мы идем, я имею в виду, кроме логов, мы обязательно зачищаем инстансы бензы и инстансы бездны и прочее. Это все понятно, но можно идти в храм тьмы, и вот до какого тут у меня? До 87-го я зачистил, не играя его. Я просто поставил на автобой и пошел заниматься своими делами. БМа хватает за глаза, чтобы долететь там до сотого этажа, как ни хер делать. То есть где-то под сотый уже надо будет, наверное, ручками немножко побить и дальше пройти. Из-за этого вы будете получать, кстати, камешки, камешки усиления, при том ни херово так вы их поднимете. Как видите, очень неплохо. Я даже забыл просто их даже поднять, не обращал на них внимания. Соответственно, мы уже начинаем работать над нашей экипировкой. Мы начинаем ее, во-первых, усилять, проковывать, улучшать, разумеется. Вот, кстати, в улучшении не жалейте демониток, то есть по 100-200 монет каждую шмотку прокачать. И, во-первых, почему? Не так дорого. Во-вторых, когда мы их делаем прорывчик, то у нас тратится по одной эссенции, а за одну эссенцию мы получаем почти по 400 бм. Это очень хорошо. То есть уже мы как бы приблизились к 4 лямам. Обязательно... Sorry, sorry. Обязательно ходим на задание премии, выбиваем на эти купончики зачистки, а на купончики зачистки мы потом идем с вами в дни в демоническое логово. Это вам расскажу немножечко попозже. А в запретную землю дракона. Быстренько проходим до кошмара. БМа хватает там 3-2,5 ляма. Вообще заглазище. И либо ставим на автобою проходку. Кошмар. Либо идем на зачистку и уже начинаем собирать себе что правильно. Драконий реквизиты. Хрен с ним. Шляпный, не шляпный. Драконий реквизит уже будет тихонько собираться. То есть по 90 где-то. По 50 БМах будем 1000, я имею ввиду. Будем уже сверху накидывать. Ну и плюс есть шанс выбить надписи на наши урона. Потому что еще одна основная, наверное, проблема, с чем сталкивается игрок на прокачке своего персонажа с тем, что у него хреновые атрибуты. Допустим, калишка. Мне нужна мага-атака. Мага-атаки у меня не хватает. Это я чувствую, например, на дворе ужаса. Ну, потому что у меня как бы и гербы отстойные. На ними я еще не работал особо. Но, кстати, обязательно ходите демоническое логово. Быстренько пройдите до Дедала. То есть, чтобы залетать на Дедала. Потому что это основное, куда как бы ходит. То есть, просмотр событий. Дикой равнины. И уже начинаем с него собирать какие-то гербы. Хотя бы первоначально синие ставим. Тоже же у нас начинается, во-первых, павшатся в урон и подниматься БМ для нашего персонажа. Дальше мы смотрим по нефритам. И нам нужно по нефритам обязательно составить комбу. То есть, не на всех. У меня сейчас нормальная комба. Я пока работал над оружием. Потому что особо времени не было. И у меня уже тут есть, по сути, свет стихий. Свет стихий. То есть, уже второго уровня. Кое-как, что-куда. Опа. Даже прокачали немножечко. У нас заходит. Ну, тут у меня уже пока не про собранные комбы. Потому что я немного... Ну, времени не хватает. Обязательно на каждую шмотку соберите комбу. Хотя бы шляпную, хотя бы роковое пришествие. Лучше, конечно, огненное пришествие. То есть, чтобы одна комба все-таки была. И уже потом начинаем работать чисто на наши атрибуты. Можно походить обязательно грезы. То есть, как бы, тоже не проблема с первого залететь. Вот даже есть у нас тут пачечка. По сути, с Кири там могли бы сейчас залететь. Ну, там, этажи 10 хотя бы пройти, уже что-то понабивать. Этого делать я, конечно, сейчас не буду. Вы так все знаете, как там ходить, что, как захерачивать. в принципе, старт, со старта, за 3-4 дня можно поднимать где-то 3,5-4 ляма бэээма, а это уже что-то. Также обязательно ходим на путь в небо, чтобы в магазинчике славы собирать вот этих, во-первых, сундучки арены, зеленые агатики. И можно собрать первый комплект одежды, костюмчик, то есть шахматный стиль. Ну, так, что это на самом деле не для бэээма, а просто чтобы красиво было, чтобы было хорошо. Также у нас, когда апнем 130, появится квестик на нашего миньончика, не на миньончика, а на наемника. И, соответственно, тоже где-то двадцатку мы с вами поднимем и будем уже ходить потихонечку в двор ужаса, потому что ходить с наемником на плохих статах все-таки лучше все-таки хорошо ходить на двор ужаса именно с наемником. Он вам будет там неплохо так вытаскивать на финальном боссе. Ну, и, конечно, найдите какую-нибудь гильдию, без разницы какую, просто чтобы делать явки, покупать камешки, усиления. Возьмите какой-нибудь отрядик, прям можете на шару залететь, чтобы тоже снимать активности с него. Двор ужаса тоже ходим обязательно есть, потому что шанс там дропнуть неплохую экипировочку. У меня вот на воина недавно упала лего. Лего упала, и лего я думал продавать, не продавать, потом подумал, да хрена, нахер идти до монеты, лучше в БМ. И я очень ходил, заковал так удачненько и поднял себе основной стат физатаку. также за счет того, что мы с вами делаем зачистку инстансов бездны, кстати, надо сделать ее, из сюжетки мы добываем с вами монеты долины, и в принципе сразу можно залететь в магазинчик долины, и купить себе штук шесть шляпных обоссанных медалек, и поднять себе по-моему два раза чин, и уже копить на медаль дворца, их нужно три штучки, то есть мы тоже неплохо поднимаем БМ за счет чина. Это в принципе что, куда, чего, почем. Ну и дальше мы уже начинаем работать каждый день по нашим инстам, то есть проходим демон лога, при том я еще это все БМ без походов на околдованного, без походов на ледяного. Также у нас уже БМ будет хватать чтобы зачищать морского, зеленого, пустынного, черного дракона, то есть даже можно будет ходить в одиночку. Спокойненько заходим, проходим их, собираем сеты шмота, чисто что для активации эффектов. Также нам это даст титул, который, ну, хрен с ним, не сильно, но все-таки поднимет БМ и даст вам красивенькую надпись рядом с ником. вот такой в принципе небольшой обзорчик, а сделал я для чего? Просто чтобы посмотреть с чем вообще сталкивается игрок, когда апает там, не знаю, 130, когда возвращается в игру, когда начинает с нуля играть. И да, кстати, обзорчик по обновлению будет, будет у нас в четверг. С авто я работаю, поэтому возможности записать не будет, но зато будет у меня целые сутки, чтобы посмотреть, чё как, чё к чему, чё поискать, может всё-таки ведут нам что-нибудь интересное. А так, всем спасибо за просмотр, пишите обязательно комментарии, буду тебя читать, буду тебе отвечать. Не забывай нажимать на колокольцево, чтобы не пропускать новые видосики, хотя я стараюсь о них теперь предупреждать, чтобы ты не пропускал. Всё, давай, жду от тебя комментариев, люблю, целую, скучаю, давай, до встречи. Обнял, приподнял.